Видимо, просто переход. Немножко лицо утёкшее. Спасибо большое. Вы очень щедры на комплименты сегодня. На самом деле не отёкшая, а просто уставшая. Всё, никак не могу отойти от праздников. Так вот, возвращаясь к волосам. У меня просто немножко тонировка смылась, на короне бот, ну и мой. Скоро Иришка приедет, и мы реабилитируем цвет. Обратно в тёмный. Блин, а где я отёкшая? Мне кажется, я наоборот только сумлась за праздники. Что, ужас какой. У меня с нами только синяки под глазами, потому что я не высыпаюсь. Нет, сегодня я ещё пока не красилась. Всё впереди. Не маникюра у меня нет, так что. Просто полный набор неудачницы. Привет, тюмене большой. Волосы не наращиваю, потому что жалко волосы. Я стала ходить на пазмную терапию, на мезотерапию. Пора их подлечить. Не, на самом деле наращивание – это такое зло. Сколько лет попало модельное. Это, типа, во сколько лет я начала заниматься моделингом? Рановато начала. Где-то лет так 12, может быть, 13. Алиса скоро уже прилетает. Не переживайте, всё хорошо. Ребёнок отдыхает, веселится с бабушкой. Кайф ей. В Москве грязно без меня? Я в Москве уже два дня. Почему Москва грязная? Настроение хорошее. Я опоздала на тренировку. У меня трясницы, кстати, свои. Я их крашу только краской. Я опоздала на тренировку на два часа, потому что всё никак не могу выспаться и просыпаю всё, все дела на свете. Вот, теперь жду своей очереди. Начинаю играть в теннис, ходить в зал. А как ваши праздники прошли? Я надеюсь, так же весело. Но как-то мне аж грустно, что я оттуда так весело проводила время, походу. Что у меня синяки под глазами и лицо об уши, или как мне там сказали. Брови ПМ? В смысле, это как? Мне 26 лет. А вам сколько? Вы сегодня такие щедрые на комплименты. Просто ноздри у меня не такие. Глаза отёкшие, синяки под глазами. Нет, но я, конечно, понимаю, что это очевидность. Нет, мне не 27, не 26. Главное не как человек выглядит, главное, что внутри. Перманентный макияж, нет, я не делала ни разу. Мне кажется, что это может получиться как-то не так, как бы хотелось, не дай бог. И потом будет сложно реабилитировать эту ситуацию. Про парфюм мне запретили говорить. Мне сказали, что у каждого должен быть свой парфюм. И, кстати, мой новый парфюм прям всем нравится. Все говорят, что это феромоны. Но это не так. Такой я пользуюсь косметикой. Так, это надо Иришку трясти. Это мой гуру в плане косметики Ира Кирсанова. Главное, что помадывает стар. А всё остальное не важно. Ну вот, пошли хотя бы добрые смайлики. Брови я не крашу. Не краской. Могу только подкрасть их тенями. И всё. Господи, какие у меня синяки под глазами. Ужас какой-то. Откуда это? Надо начать пользоваться корректором. Под глазами. Вы пользуетесь корректором под глазами? Вот какую я тему серьёзную развернула с утра. Дочка отдыхает. Почему я сейчас не с дочкой отдыхаю? Потому что я не... Потому что у меня родители прилетали. А Алиса должна была улететь в тёплые края. Так получилось, что я отдыхаю. Но я не считаю, что это страшно. Она уже на днях прилетает. И хэппи-энд. Погода в Москве... Слякотная. Все мои ботинки уже убиты. Грязные. Сыро. Господи, как я уже соскучилась по Иришке, по Денису. Они сейчас летят ко мне в Москву. Их перелёт составляет 30 с лишним часов с пересадками. Дай богу дожить до пятницы. Дождаться их и устроить пати. Куба у меня, кстати, не накачана. Что самое смешное. Я лет сто назад удалила. По молодости грешила дело. Сейчас всё окей, но, видимо, не очень. Я их единственное только обвожу. У меня не виниры. У меня только пару зубов. Виниры. Это мои зубы. Ладно, сочту за комплимент. Так, у меня ещё 15 минут сидеть. Ужас какой. В Питере бываю. Питер я люблю. Город души. Мне шло больше с губами. То большие, то маленькие. Ну, я считаю, что... Естественность – это наше всё. Какая есть, такая есть. Прошу прощения. Брови крашу тенями, я уже говорила. Гладкость кожи. Не знаю, я в плане уходов вообще не лучше советчик. Вот у меня Иришка прям всё делает идеально. То есть она покупает средства. Чуть не сама мешает формула. Так что все вопросы к ней. Не единственное. Умываюсь с утра. Зубы чищу. Крем в лицо мажу. Тебе надо нос сделать. Сейчас я... Дайте мне 5 минут. Я найду хорошего хирурга и запишусь на операцию. Я в последнее время немного работаю. Я много отдыхаю и после этого мало отдыхаю потом. Мне кажется, у меня были самые веселые праздники на свете. Каким корректором пользуюсь? Маковским. Такая палетка, по-моему, шестицветная. И... И жидким Шанель. Самым светлым. Спасибо большое, что у меня нормальный нос. Хотя бы один хороший комплимент. Да нет, я шучу. Какой нос? Какие операции? Зачем это надо? И так стресса в жизни много. Ну ладно, накрашусь я скоро и сделаю из себя суперкрасотку, скульпт, там, как это делают. В общем, приведу свое лицо в порядок. Алиса приезжает уже совсем-совсем скоро. Спасибо за приятный голос. Вот добрые люди уже пришли в эфир. Ура! Какие стрессы? Не знаю, просто были очень веселые праздники, бессонные ночи. И это как минимум уже стресс большой для организма. Я не пойду к хирургам, не переживайте, я пошутила. Зачем это надо? За космическое спасибо. Я никого, никому не ревную. Мы все дружим, любим друг друга. Все у нас хорошо. В каких местах меня можно увидеть? Ну, как минимум в салоне в нашем. White Star. Ну, супер, я не опухшая. Ну, вот-вот, добрые люди проснулись. Ура! В первом часу дня в Москве. Так, у нас есть еще пять минут поговорить. Что можно еще обсудить? Какие вопросы есть? Давайте поиграем в правду или правду. Вы будете задавать мне вопросы, я должна буду ответить честно. Первый вопрос. Так, ребята, мы играем в правду или в правду? То есть, правда или правда? Без действий, хорошо? Я танцевать не готова, отжиматься и так далее. Мне еще и играть в теннис. Да, вопросы есть, вопросов нет. Мои параметры. Верх 91, талия 63 и бедра... Я уже сама не засталась, похудела, я и толстела. Ну, думаю, что после праздников тоже 93 бедра. Потому что 90. За Новый год я, ну, в смысле, за праздники, думаю, что набрала. Верили в женскую дружбу. Я считаю, что да, она и существует. И редко, но существует. Это исходя из практики. Так, сразу. Есть мужчина, мужчина есть, есть мужчина. Так, подождите, это личная жизнь. Есть ли жизнь на Марсе? Вот давайте поговорим о жизни на Марсе. Я думаю, что, наверное, есть. Красили ли волосы в темный цвет? Ну, да, ну, вот мои корни. Темный цвет немножко смылся. Так. Никто ни у кого ничего не пытается отжать, ребята, от чего. Простыла. Я так неважно выгляжу. Нет, я не простыла, я наоборот вылечилась. Рост 176. Я никому ничего не доказываю. Не имею такой привычки. Вообще терпеть не могу людей, которые оправдываются. Сколько мне лет? 26. Так нечестно, обещала правду говорить. Ладно, продублируйте вопрос, пожалуйста. Отрастите волосы, отращиваю, восстанавливаю. Хожу на плазму, на мезо. Брови я не ламинирую. Я никогда не ламинировала. Я даже не знаю, как это сделать. Мало рот открывать. Как-то интересно разговаривать. О, господи. Когда я открываю рот, мне говорят, почему ты смеешься с зубами? Когда я рот мало открываю, мне пишут, а почему ты рот открываешь мало? Смешно ей. Ты плохая мама, спасибо. Любимый фильм. Так, на самом деле у меня очень много любимых фильмов, и я сумасшедшая киномама, так что... Назвать какой-то один, выделить, это сложно. Так, все, у меня 4 минуты осталось. Умею ли я краситься? Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я считаю, что я у меня краситься. Хорошо. У меня были отличные учителя. Гришка самый гуру. Аленечка, почему я тебе звоню? Кто мне звонит? Так. Основное образование. Ну, первое – это менеджмент общий, второе – общая психология, третье – факультет журналистики. Ну, в процессе. Давайте личные вопросы отпустим. Про парней. Смысл, что? Подождите. Строите надавать губы и лицо на камеру даже в прямом эфире. Смысл строите... Мне очень нравится, как вы формулируете свои мысли. Смысл строите надавать губы и лицо на камеру даже в прямом эфире. Вот каким же образом я сижу и надываю лицо, там губы. Просто общаюсь. Нормально же сидели. Угу. Без маникюра, я не знаю, без косметики. Уже просто разговариваю, всё равно надываю губы и строю себя непонятно что. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. В Алматы пока не планировала. Но хотелось бы, кстати, там очень круто. Спасибо за красотку и вам больших успехов и достижений. Что обычно на завтрак? Так, вчера я себе приготовила пельмени с индейкой. Но это редкость. Обычно это либо яичница, либо яйца бенедикт обожаю. Там целый процесс прям аккуратненько разрезать яйцо, чтобы оно протекло на тост. Этот соус бенедикт. Всё, Алёна захотела есть, а надо играть в теннис. Класс. Спасибо за красивое и приятное. Вы у меня тоже хорошие, и я рада, что у меня есть такие добрые подписчики. Кстати, мне кажется, Алиса серьёзно становится похожей на меня со временем. Раньше мне даже врач говорил, ну, который меня наблюдал в роддоме, что где была мама, когда Алиса появлялась на свет? Ничего не было схожего. Она была брюнеткой, и сейчас она стала, ну, уже такая женственная девушка, должно сказать. Вытянулась. Как держишь зубы в таком блеске? Полируй их. На самом деле, не знаю, как так они блестят. Наверное, освещение такое. Хотя освещение ужасное. Как стать такой стройной? Я думаю, что просто правильно пытаться, активно передвигаться, заниматься спортом, в смысле. И всё, наверное. Есть пельмени по утрам, например, как некоторые. Дочь крутая, да? Согласна. Алиса очень крутая. Просто не ребёнок, а сказка. Хоть и характер сложный. Кто меня преследовал? Ой, давайте не будем, мы грустны. Серьёзно, Алиса на меня похожа? Класс. Ну всё, мама нашлась. Алиси выбрал имя папа. Он посчитал, что так будет созвучно, Алена Алиса. Я с ним согласилась. Через 20 лет что будет сделано носом? Не знаю. Не было такой практики. Не могу ответить на этот вопрос. Живём и видим. С Алисой мы живём вместе, конечно. Почему нет? Наоборот, надо есть по утрам. Вы чего? Утром должен быть самый серьёзный приём пищи. У меня почему-то утром самый серьёзный. Днём не очень, а вот вечером самый-самый серьёзный. Приём пищи, особенно в ночное время, это самое приятное. Не надо ещё сына родить обязательно. Потом. Позднее. Не сейчас. Надо в танец поиграть сначала. Ты хорошая, оставайся такой же. Руси. За красивый тур спасибо большое. Я 92-го года рождения. Алиса похожа и на тебя, и на папу. Да, смесь веселая. К Насте решишь этого? Я отношусь хорошо. Хватит уже мне такие вопросы задавать. Какой у меня вес? Ну, знаете, я после праздников как-то так не вставала ещё на весы, но надеюсь, что набрала немножко. Ну, так предполагаю. Может быть, килограмм. Может быть, килограмм 53. Ну, я себя ощущаю на 53 килограмма, да. Максимум 54. Надо взвеситься. Ух ты, как это мило. Кто-то написал, мой сын 7 месяцев увидел вас и начал улыбаться очень. Может, кого-то я рассмешила, класс. Это очень мило. Я везде не с Мишкой, а с котиком. Мне просто подарили очень милую игрушку, и это было очень нежно. И вообще, он классный кот. Я к нему привязалась. И вообще, я люблю мягкие игрушки. С ними даже засыпается интереснее. И сны хорошие снятся. Вот в чём секрет счастливых снов. Нужно спать с мягкими игрушками. Самое смертное, что Алена не может посоветовать ничего в плане ухода, там ещё каких-то полезных вопросов. Но спать с мягкими игрушками, вот вам мой совет. Успех, счастье будет вам. Спасибо за то, что мне идёт цвет волос. Вот мой родной цвет волос. И когда приедет Иришка, мы меня прямо затонируем под этот цвет. Я очень спокойная по утрам. Особенно, когда не хочу заниматься спортом. Но моё время на подходе. Скоро меня потащат в кандалах заниматься фитнесом. Так сложно, на самом деле, после праздников начать активничать. Подкрашивали я внутренний уголок глаза. Нет, кстати. Только если белым карандашом вот здесь слизистую. Алиса сейчас отдыхает в тёплых краях. Таран-таран. Витамины, да, принимаю, конечно. Куда бить них и для волос, и для кожи. И железо пью. Где я праздновала Новый год? Сложно вспомнить уже, где я только не праздновала. Я его начинала праздновать заранее. Ну, кстати, в Москве. Всё это было в Москве. Вот недавно я была в Сочи. Это было продолжение праздников. Старый Новый год, всё дела. Блин, мой интернет глючит. Почему я отвечаю на невидимые вопросы? Не знаю, видимо, они только для меня, видимо. Как называются витамины? Слушайте, ну, если вам это интересно, давайте я просто вам их все сфотографирую и выложу в сториз. Потому что так я не вспомню их очень много. Там целый набор. Я вам сфотографирую тогда все свои витамины. У меня даже перед сном есть какие-то суперночные витамины японские. И очень хорошие они и для сна, и для нормализации, как же называется, метаболизма. В общем, всё серьёзно, всё непросто. Какой рост и вес? Рост высокий. 176. А вес, не знаю, после праздников. Сложно. Почему я так сжато говорю? Потому что, наверное, меня связали. Я сижу вот у батареи. И поэтому я сжато говорю. Что с зубами? Я не знаю, какие выросли, такие выросли. Ну, как можно такие вопросы вообще задавать? Сверх бестактность. Я же не спрашиваю, а что у вас с ногтями? Или там с ушами? Чем-нибудь болеешь? Ты бы раз сплюнула, но не буду этого делать. Пока. Я ничем не болею, слава богу. И вам тоже не советую. Болеть это плохо. Чем я занимаюсь в свободное время? Играю в теннис. И не только. Еще катаюсь на коньках. Скоро буду ходить на фитнес. Что еще? Бегать люблю. По утрам особенно. Километров семь. От парка Горького до Воробьевых и обратно. На велике кататься люблю. На роликах. Процедуру для лица я делала только ботокс. В лоб. И губы давно. И все. Массаж для лица люблю. Сало я люблю, да. Я только что закусила нижнюю губу. И прочитала вопрос. Любишь ли закусывать нижнюю губу? Нет, я так не делаю. В смысле губы уже не в моде. Что мне с ними сделать? Отрезать их? Или что? Как быть, если я человек, и у меня эти губы. И мне говорят, что губы уже не в моде. То есть, что мне сделать? Их удалить? Как это возможно? Да, прошу прощения за свой хриплый голос. Как бы есть, такой есть тоже самое. За стройность спасибо. Это, должна сказать, спасибо родителям. Они у меня стройные, видимо, это генетика. Губы всегда модны. Губы – это нормально. Мы люди, у нас есть носы, губы, уши, глаза. И как иначе? Ты на полу сидишь? Нет, я сижу на лавочке. Да, на полу в углу. Я наказана. Передаю всем нациям привет. Домашних животных у меня нет, но хочу. Вообще, я люблю животных. На полу сижу. Ага, в кандалах. Скоро потащат меня заниматься веселым делом. Так, все, время приближается. Сейчас тренировочка. Пора закругляться. Было приятно познакомиться. Всем прощайте и пока. Любимый тональник. Кстати, тональник у меня есть с Эльлоран. И я ему не изменяю. Как только появится тональный крем White Star, то все будет уже очевиднее. С Кридом я общаюсь, конечно, очень хорошо к нему отношусь. Животное, как бы, хочу собаку. И не только. Еще хочу кота. Еще хочу змею. Хомяка. Рыбок хочу. Скучно. Я желаю вам развеселиться. Скоро выходные. Удачи вам. До свидания. И вам того же. Тьфу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...